добрый день дорогие мои друзья вы находитесь на канале галина коломейка кройка и шитье и сегодня мы с вами попытаемся решить задачу и ответить себе на вопрос как изменить базовую конструкцию если у нашей фигурки появился выступ живота на этой картинке вы видите наше так называемое техническое задание у которого вот контур обычной фигурки вырос у нас животик и мы должны шить ей вот такое платьице и вы понимаете что и у этого платья низ должен быть параллелен линии пола а боковой шов должен идти строго перпендикулярно линии пола да и правильное платьице должно выглядеть вот таким образом то есть передняя часть платья не должна вот сюда отходить не должна как-то задираться а должна плавно и красиво ответственно спускаться вниз параллельно боковому шовчику так вот это условие невыполнимо в том случае если у вас нет вот такой вот тариевой вытачки вот такой вот вытачки которая направлена на живот ведь наше правило гласит о том что если у нас есть выпуклость стандартная выпуклость груди значит мы обязательно оформляем ее выпуклостью если у нас есть лопатки то стандартная выпуклость лопаток оформляется выпуклой вытачкой если у нас есть у юбки какие-то выступы ягодиц сбоку и спереди, мы оформляем это выпуклостью. Так же и тут. У нас появился в профиле, у нас появился животик. Значит, мы просто обязаны сделать здесь выточку. Но где вы видели платья, у которых в этом месте была бы выточка? Вот как, куда ее размоделировать? Это будет следующий наш вопрос, на который мы постараемся ответить в будущем. А в этом видео мы постараемся с вами понять, как нам нужно преобразовать нашу базовую конструкцию, чем она принципиально отличается, если у нас появляется выступ живота. Выступ живота появляется, повторяю, только тогда, когда грудь в профиль меньше выступает, чем наш животик. В прошлый раз, в прошлом видео мы с вами заметили, что нужно очень верно определить осанку. Если обычная осанка 4 сантиметра, что это такое? Это баланс, напоминаю, да? Это разница между ДТП мерочкой и ДТС. Когда шнурочек завязан верно, его линия параллельна линии низа или линии пола, то у фигурки с выступом живота ДТП всегда увеличивается за счет вот этого выступа. Если в обычном случае это было бы 4 сантиметра, то сейчас это стало 8. 52 минус 44 получается 8 сантиметров. ДТП минус ДТС получается 8 сантиметров. И ширина нашего тела тоже за счет этого увеличивается. Если стандартная барышня у нас была с бедрами 63, на выступ живота как минимум 2 сантиметра или 3 у каждого. Своя история нам приходится добавлять. И поэтому ширину сетки мы тоже должны увеличить на 2 сантиметра. Вот давайте посмотрим все это теперь на конкретных наших вот таких вот примеров наших базовых конструкций. Вот так примерно выглядит базовая конструкция обычной фигурки, у которой нет выступа живота. И это рукавчик к ней. О рукаве говорить мы не будем, потому что строится он самым обычным образом. Фигура у нас очень сложная. Рука у нас очень полная, плюс прибавка 6 сантиметров. И получился вот такой широкущий рукав, у которого явно видно, что посадки будет очень и очень много. Еще разочек обращаю ваше внимание на то, что я никогда не контролирую количество этой посадки в своих выкройках. Почему? Да очень просто, потому что у меня есть примерка, что когда я строю эти выкройки, я стараюсь не выхватить очень низко вот эту пройму, чтобы сохранить комфорт, чтобы сохранить вот эту длину вот этой линии, потому что только большая длина вот этой линии от талии до нижней точки проймы соответствует более длинной части вот этого рукавчика, и тогда рука поднимается высоко. В целях сохранения комфорта я стараюсь пройму поднять повыше. Но как только пройма поднимается повыше, соответственно, ее длина уменьшается. Поэтому, конечно, появляется конфликт, но примерка она все ставит на свои места. Иногда и плечико немножко укорачивается, иногда и пройма немножко углубляется, и тогда наш нормально выкроенный рукав сюда начинает спокойно входить. Но если не входит, то мы применяем определенные действия, которые я уже тоже несколько раз описывала, которые помогают вам это сделать. И к этому вопросу мы возвращаться с вами не будем. Да, и самое главное, на примерку я рукава вточные никогда не вметываю, потому что мне сначала надо увидеть контуры проймы, и только потом уже, когда я выполню осноровку, почищенную, точно поставленную по месту пройму, я буду вметывать рукав. А мы возвращаемся к нашему животику. Итак, что происходит с этой фигуркой, когда здесь появляется у нас животик? Да просто у нас увеличивается мерочка ДТП. Вот я взяла ее в нашем примере, пусть это будет целых 4 сантиметра. Значит, что у нас происходит? Остается талия у нас на месте. Вот так, да, потому что линия низа у нас ни в коем случае не меняется. Спинка у нас тоже остается без изменений. Давайте ее вот так вот здесь оставим, потому что спинка не меняется. А вот полочка, она стала длиннее, и стала длиннее на 4 вот этих самых наших сантиметра, потому что баланс стал не 4, а 8. Приходят ко мне часто письма, что делать, если у меня вот такой вот разница вот такая большая. Ну, что делать, я уже описывала это неоднократно, да? Вы можете к более ранним видео обратиться, и там это будет понятно. Рукавчик пока убираем, он нам не нужен. И мы увеличили свою полочку именно на вот эти вот 4 сантиметра. Давайте работать с этим дальше. Следом за этим, что у нас происходит? Происходит следующее, что вот наш животик, и вот мы выбираем, для того, чтобы подружились боковые швы, ведь боковой шов тоже стал длиннее, нам нужно в этом месте сделать выточку. То есть мы формируем вот так вот на ткани как бы выточку, и эту выточку мы можем перевести, допустим, вот сюда тоже в боковой шов, здесь закроем, здесь откроем, и у нас получится 2 выточки. Те самые 2 выточки, о которых мы говорили вот на этом вот видео, вот на этом вот рисуночке. Но, как правило, в жизни ведь такого не бывает, чтобы мы нашу выточку делали именно вот в этом месте. Поэтому их надо как-то объединить. Как объединить? Давайте вспомним про то, что мы, животик наш начинается где-то здесь. Так, значит, ну давайте даже вот пониже немножко ее нацелим. То есть нагрудную выточку я хочу довести вот до этого места. А эту выточку, талии, выточку, которая расположена по талии, я тоже подниму вот сюда. Я их объединю, чтобы у меня оказалась только одна выточка. Как мне это сделать? Смотрите-ка, соединяю, да, и разрезаю. Здесь тоже можно, так как грудь у нас, как бы спускается вот так немножечко пониже, мы можем сделать вот так. И что у нас получается? Получается, что вот эта выточка выглядит вот таким образом. А эта выточка, нам надо забрать вот эти 4 сантиметра, выглядит вот таким образом. Мы уравниваем стороны выточек 27 сантиметров. 27 сантиметров. И боковой шовчик у нас достраивается вот до такого вот уровня. Когда эта выточка закроется, давайте мы ее закроем, например, вот сюда, да, то смотрите, что получается. Увеличивается боковая выточка. Но тогда уравниваются боковые швы, и наша пройма, как была хорошей и правильной, так она и остается. Вот такая вот получается картина. И отсюда у нас звучит такой вывод. Так вот, может быть, не всем было понятно. Повторю еще раз, что мы сделали. Сначала мы построили нашу выточку на животик, потому что она просится для того, чтобы нарисовалась правильная пройма. Нам нужно уравнять вот эти боковые швы, спинки и полочки. Так вот эти лишние 4 сантиметра мы в эту выточку и забираем. Но следом встает вопрос, как-то ее надо в удобоваримый вид привести, то есть объединить ее с нагрудной выточкой. Вот я и сделала. Увеличила нагрудную выточку чуть ниже, удлинила ее на выступ животика, потому что вот здесь, как бы вот эта нагрудная выточка спускается прямо вот сюда. Это хорошо видно, да? Сделала ее длиннее. Затем в эту точку я направила вершинку вот этой выточки, выровняла ее стороны. Ну а после этого всего, как говорится, просто закрываем, выполняем моделирование, закрываем вот эту выточку, и в результате у нас оказывается увеличена именно нагрудная выточка. Вот в этом заключается парадокс всей нашей истории, потому что в окончательном варианте наша выкройка выглядит следующим образом. Смотрите, раз. Так, давайте по линеечке проведем. Два. Так, три. Да, ну и еще, видимо, надо было мне дотянуть. Чуть-чуть я не дотянула. Ладно, вы меня извините. Вот. То есть, вот так выглядит теперь наша выточка на фигурку, наша выкройка на фигурку с животиком. И отсюда, так, вот эта точка оказалась чуть-чуть пониже, значит, я сделаю все-таки вот так, чтобы они были на одном уровне, потому что точка П2 у меня выше, чем точка П1 на примерно 2 сантиметра. На примерно 2 сантиметра. И выточка, и линия по спинке, выкройка, наша выкройка спинки, она остается неизменной. А расстояние, и вот это я почищу, уберу все-таки, да, раз я так сделала. То есть, вывод напрашивается достаточно парадоксальный. Для того, чтобы хорошо посадить наше изделие с выступающим животиком на фигурку, нам приходится увеличивать нагрудную выточку. Как бы это парадоксально не звучало, и для многих необычно, непривычно, непонятно, и может быть вызывать какой-то протест, но это именно так. Потому что самым главным критерием правильной выкройки у нас является правильная пройма, у которой P1 ниже P2 на 2-2,5-1,5 см, как у нас вот сейчас в данном случае есть. И так как баланс увеличивается с появлением животика, спинка остается короткой, полочка становится длинной, то чтобы подружить точки P1 и P2, мы вынуждены за счет увеличения раствора нагрудной выточки опускать точку P1. Вот так выглядит наша базовая конструкция, на фигуру с выступающим животом, когда мы объединили выточку на животик и выточку на грудь. Еще одна версия решения такой, казалось бы, очень сложной на первый взгляд задачи. Ну а следующим нашим видео, следующим нашим шагом будет такое, будет желание понять, как, куда деть вот эту огромную выточку, как ее использовать в наших моделях, какие платьица, какого фасона можно нам шить, для того, чтобы у нас все сидело на своих местах и чтобы мы с удовольствием и радостью носили те вещи, которые будут сидеть на нас безупречно. Именно так, как мы задали себе задачу вот в этом вот платьице, чтобы животик у нас, ткань на животике внизу никогда не сдергивалась, не спадала красиво, отвесно вниз и уменьшала соответственно немножко так не нужный нам всем объем. На этом разрешите сегодня закончить. Всегда Ваша Галина Коломейко. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. До новых встреч. Продолжение следует.